День с толком Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Встреча спустя несколько месяцев. Школы и вузы края начинают свою работу офлайн. Святой источник, в котором не совсем святая вода. Что на самом деле пьют барнаульцы, надеясь на целительный эффект. Без кустурицы и красной дорожки. Как пройдет 22-й Шукшинский кинофестиваль на Алтае? Ну и сразу к главной теме дня. Сегодня 280 тысяч школьников и 50 тысяч студентов края отметили День знаний. Спустя 5 месяцев они вновь сядут за парты. Наверное, родители наконец-то вздохнут с облегчением. Как прошли праздничные линейки в учебных заведениях, расскажем в следующем сюжете. Праздник не для всех. Так сегодня выглядят все школы края. По решению Роспотребнадзора на линейке 1 сентября могут присутствовать ученики только 1 и 11 классов. Всего же в этом году в регионе за парты сядут 280 тысяч школьников. Грустно так очень, что будет последнее 1 сентября в этой школе. Вообще в школе это очень грустно и очень трогательно. Особое внимание сегодня к первоклашкам рокового 2020 года. В регионе их 30 тысяч. Несмотря на пандемию, без праздника никого не оставили. Многие уже рвутся за парту, а вот ностальгии по детскому саду почти нет. Мне в тихом часе мешали спать. Так а здесь-то спать вообще не получится? Не будет тихого часа? Я знаю. И что делать? На партии спать. Привет. Здрасте. Привет. Как тебя зовут? Артем. Артем. Расскажи, в какой класс идешь и почему? У тебя же какой-то необычный класс. Я иду в меценевский, в первый класс. И я буду полицейским. Бандитов надо ловить там. Ехать на машине полицейской с мигалкой. А вот первоклассница Саша пошла по стопам старшей сестры. Та тоже учится в правоохранительном классе. Мы собирались неделю в первый класс. Мы покупали форму, бантики, выбирали самостоятельно с Сашей вместе. Забывается, конечно, и необычные условия нашей жизни. Но остается только вот маска на мне. Это память о том, что останется и на фотографиях. Память о том, что мы жили в такое сложное время в условиях пандемии. В условиях пандемии учебный год начинают и 50 тысяч студентов. Мы бы с удовольствием вам рассказали, как прошел день знаний в опорном вузе. Но, боюсь, сейчас, как обычно, выйдет пресс-секретарь Гудмитрий Марин. Зачем-то вызовет полицию. Мы просто потеряем время. Возможно, кстати, там уже кто-то просит о помощи. А вот в техническом вузе в этом году набрали около двух тысяч первокурсников. От привычных мероприятий на 1 сентября здесь решили отказаться, чтобы линейка не превратилась в ковид-вечеринку. Почти за 80-летнюю историю политеха это самая странная линейка. Обычно здесь на сковородке собирается несколько тысяч студентов. В этом году у первокурсников линейка пройдет в камерном формате внутри самого вуза. Группы в разных аудиториях всех по очереди поздравляют ректор и сам Ползунов. Кстати, по возможности в политехе будут проводить и дистанционные занятия. Но уходить в онлайн никто не собирается. Занятия у нас будут проходить лабораторные, практические, семинарские занятия в обычном режиме. Студенты, естественно, в масках, преподаватели по возможности в маске, там, где невозможно без маски. В любом случае, для многих все это уже не так страшно, как уроки и пара онлайн. И сейчас для всех учебных заведений края есть одна цель – не уйти в дистант обратно. Успехов вам на Ниве познания! Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Сразу несколько сообщений от родителей мы получили после сюжета о безопасном пути в школу. Антирейтинг, который составили представители ОНФ, пополнился. Каким путь в школу не должен быть и кто обязан устранять препятствия, возникающие по дороге в учебное заведение, расскажем далее. Сделать какое-то ограждение для детей. Потому что постоянно есть и транспорт, а дети колесят вот так вот и взрослые, и пожилые люди между машин. Дочка Елины учится в лицее номер три. Мама переживает, ведь дорога к нему почти всегда сопровождается потоком фур и большегрузных автомобилей. А еще безопасно пройти к учебному заведению мешает это дерево и что-то похожее на заброшенный сарай. По словам Елены, вопросы, кто отвечает за непроходимый участок дороги, она задавала уже не раз. Но чиновники и депутаты, говорит мамочка, лишь разводят руками. Не требуем, просим. Уже много лет просим. А вот эти вот постоянные отписки, что это ваша деятельность, вы скидываетесь. Нам не надо ничего. Только чтобы дети ходили в школу. Кусты вдоль дороги, закрывающие видимость, отсутствие тротуаров и неправильное применение дорожных знаков. Далеко не полный перечень причин, из-за которых может случиться дорожно-транспортное происшествие. Несмотря на то, что на улице уже 1 сентября, не все школы устранили предписанные замечания. К примеру, 101-й лицей попал в список антирейтинга школьных маршрутов Барнаула. Было ДТП с наездом и вблизи общеобразовательного учебного заведения. Заведомо мы понимаем о том, что это может быть последствием места концентрации ДТП. Потому что если мы на это сейчас не обратим внимания. Не все гладко и возле школы номер 59 на улице Горно-Алтайской. Здесь мы снова упираемся с вами в забор. То есть видим определенные ограничения. Это одно из замечаний. Второе замечание отсутствует у нас. Нанесение пешеходного перехода, разметки. Рейды активистов и сотрудников ГИБДД проходят всегда в преддверии нового учебного года. Список замечаний с приложением фотографий, не соответствующих нормам школьных маршрутов, направляют в администрацию города. Активисты не могут заставить исправить нарушения. Могут лишь попросить. А еще в конце сентября в рамках круглого стола готовы обсудить сделанные замечания. К тому времени представители УНФ завяжат обследование дорог в других городах и районах края. Ну а наша героиня Елена Кощеева продолжает ждать, когда дорога в лице для ее особенной дочки станет, наконец, безопасной. Мне страшно. Я хожу, пытаюсь чуть ли от страха не упасть куда-нибудь, чтобы меня не жадавило. Елена Кузовкина, Анастасия Грица, Александр Антропов. День с толком. Ну а теперь уже по традиции свежие новости о коронавирусе. Массово вакцинировать россиян планируется после ноября-декабря, а учителей и врачей начнут прививать в ближайшее время. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Поставка вакцины в регионы начнется уже в сентябре, но сейчас произведенный препарат направляют для проведения клинических испытаний. А вот врачи и учителей начнут добровольно прививать еще до окончания испытаний вакцины. К слову, в крае 11 781 человек уже заразились коронавирусом. За последние сутки заразился 61 пациент, выздоровело 90. Умерли 11 человек, рекордные 11 человек с диагнозом COVID-19. Переходим к другой теме. Канализационные истоки в святой воде. Как вам такой оздоровительный напиток? Свято-Никольский источник в черте Барнаула уже который раз за лето заливает нечистотами. Правда, беспокоит это, как собственный факт, бегущий по земле канализации только местного священника. Он обратился в нашу редакцию, чтобы решить вопрос переполненных колодцев. Тему продолжит Анастасия Дороган. Сегодня у нас повторный выброс. Настоятели единственного храма со святым источником в Барнауле фиксируют каждый такой потоп. Доказательство коммунальной проблемы. Зарождается ручей на горе. Вытекает из колодца. Я звонил, сказали, что это якобы авария была у них. Они устранили ее. Но на следующий день после дождя снова повторилось. Он полный. Он глубокий. Метры на 3 на 4. Колодец канализационный. Все его наполнение уже давно пробурило себе дорогу с горы. Топит здесь не только после дождя, уверяет священник. По счастливой или несчастливой случайности в этом мы убедились сами. Мы здесь минут 20. За это время объем нечистот поднялся, ну, минимум на метр и продолжает расти. Прямо на наших глазах поток заполнил склон. Местные жители на него, кажется, не обращают внимания. Проблема уже стала привычной. По словам отца Виталия, по кучи воды топят все 10 лет, что он работает настоятелем. Тут благодать, прям хорошо так. Как вам вода? Вода очень хорошая. Прямо она вот вкус такой необычный. Жители приезжают ежедневно. Людской поток, конечно, по выходным. Набирают святую воду, обливаются ею, отдыхают в красоте. Территория храма уже стала зоной притяжения. Еще одна зона по соседству. Уверены местные их и топят. Считают, что сети не выдерживают нагрузку. Жалоб, правда, не пишут, лишь окапываются. Все огородили, все сделали, бесполезно. У вас, наверное, вы уже ничего и не садите, да, в огороде? Здесь мы сажаем, а вот там, видели возле гаража? Вот там, да. А вы когда-нибудь видели работников водоканала или каких-то других коммунальщиков, которые бы как-то пытались эту проблему решить? Здесь не видела. Хотя настоятель храма постоянно вызванивает коммунальщиков. Сегодня тоже обещали приехать. А пока священник предлагает жителям пользоваться заведомо безопасным от нечистот источником чуть подальше. У нас есть третий родник в честь Казанской иконы Божьей Матери. Он самый чистый, когда тот, если есть какие-то привкусы, загрязнения, то чтобы брали воду именно с этого источника. Почему много лет канализационный колодец топит верующих, мы планируем узнать в мэрии и водоканале. Запросы уже написаны. А это после того, как приезжали, якобы устранили причину сегодня. Это снова. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. Связано это или нет, но после визита нашей съемочной группы коммунальщики все-таки приехали на место. Судя по словам очевидцев, занимались они прочисткой колодца. Насколько это решит проблему, мы тоже уточним у компетентных организаций. В нашем следующем сюжете речь пойдет о старообрядческой алтайской деревне со сказочным названием Потеряевка. Полвека назад деревня исчезла с лица земли, а спустя какое-то время воскресла. Вдали от цивилизации и суеты в деревне, где живет всего 20 человек, побывала Валентина Аскерова. Потеряевка – затерянная среди бескрайних полей алтайская деревня. Точнее, настоящая старообрядческая община. Женщины в платках и длинных юбках, мужчины с бородой и с колоритными рубахами на выпуск. Население чуть больше 20 человек. Живут на одной единственной улице имени Марии Лапкиной, мамы-основатели села. Почему именно она осужилась в такой честь? Ну, потому что она мама основателей, бабушка, которая была здесь, еще жива. Она упокоилась в 98-м году. То есть она присутствовала при возрождении, тоже носила свою лепту определенную. То есть, собственно, это тот человек, с которого как бы все началось. Потеряевка основана в 1818 году. В советское время здесь был большой совхоз, проживало 500 человек. В 70-е годы 20-го столетия деревня исчезла с географической карты. Закрытием школы уехали и последние жители. И только спустя два десятка лет на свою малую родину вернулись дети Марии Лапкиной. Братья Аким и Игнатий приехали, поставили палатку и начали строиться с Божьей помощью. Вот тот самый первый дом, который был построен в чистом поле в 1991 году. Тогда строительных материалов никаких не было. Братья Лапкиные брали глину из озера и вручную лепили кирпичи. Мы до 31 августа делали кирпичи. 31 августа. Все лето? Все лето делали. Начали делать стены уже в первый дом, там вот старый дом. Мы его там сейчас никто не живет. Мы делали. И 14 октября мы уже затопили печь. Купили корову, кур, обзавелись хозяйством. На этом не остановились. Братья Лапкины пошли к местным властям. Просить, чтобы потеряевки вернули статус поселка. Получили отказ, ведь это дополнительное финансирование. В Москву поехал. Там был у нас знакомый в то время депутат, священник, отец Глеб Якунин. Он мне выписал пропуск в Думу и провел меня туда, там по комитетам. Я в сапогах своих там по коврам походил. И после этого мнение депутатов изменилось. Мы получаем документ из Крайового совета за подписью Сурикова. Он там был представитель Крайового совета, потом губернатором был какое-то время. Чтобы восстановить поселок потеряевка. В селе провели коммуникации, прислали учителей. И на этом поддержка властей закончилась. Зимой потеряевцы отрезаны от мира. Снегоуборщик до поселка не доезжает, дороги не чистят. Люди заблокированы, но об этом не переживают. Ведь они вернулись к своим корням. Мы 10 лет еще за это время прожили в Киргизии. Ровно 10 лет. Я всегда тосковала по родине. Неимоверно. Я говорю, Володя, ты увези меня в Сибирь. Купи дом и брось меня. Вот я так тосковала по березам. Когда я ехала, березу увижу. Это чувствовать надо. Родина. Сегодня потеряевцы живут по закону Божьему и уставу, который, к слову, официально закреплен в Министерстве юстиции Алтайского края. Там 40 правил. Среди них не воровать, не пить, не ругаться матом, не курить. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Ну и это далеко не все. Почему старообрядцы не пускают в свою общину всех подряд, на что они живут, и почему в воспитании детей прибегают к розгам, в ближайшее время об этом расскажет Валентина Аскерова в своем специальном репортаже. Но мы переходим к другой теме. Без кустурицы. Известный режиссер планировал приехать в этом году на Шукшинский кинофестиваль, но этого из-за пандемии не случится. Фестиваль 22 по счету. Он состоится и стартует уже завтра. Правда, в ограниченном виде, без красной дорожки и частично в дистанционном формате. Подробнее у Ли Кочеткова. Красная дорожка, приглашенные звезды. Теперь эти фестивальные радости любителям кино только снятся. Из-за пандемии отменили знаменитый Каннский кинофестиваль. Под вопросом московский. Шукшинскому сначала тоже власти сказали нет. Но потом федеральное министерство все же выделило средства. С условием провести все в ограниченном формате. Это не весь край, как это было обычно. Это не десятки кинозалов, как это было обычно. Это всего лишь навсего три площадки. Это очень ограничено по времени, по количеству участников. Поэтому мы вынуждены все-таки проводить в таком сжатом формате. Но, как говорил Шукшин, нет причин, чтобы не делать. Всегда можно сделать. А поэтому будем делать. В итоге со 2 по 5 сентября на трех площадках. В библиотеке Шишкова, в Гмилике и на открытой площадке в парке Смертина покажут 8 фильмов. «Я свободен», «Отряд Таганок», «Куратор», «Калашников» и другие. Планировали включить снятую на Алтаю землю Эльзы, но авторы отказались. Также из-за пандемии не удалось, кстати, привезти на Алтай Эмира Кустурицу. Хотя он сам, говорит член жюри Дмитрий Шарабарин, очень хотел. Зато, уверен Дмитрий, новый формат даст себя проявить молодым режиссерам и особенно дебютантам, которые иначе оказались бы в тени мастеров. «Коронавирусный год, он дает шанс именно таким картинам. У нас примерно половина картин сняты молодыми режиссерами. Но при этом отрадно осознавать, что, несмотря на молодость, взгляд у них очень серьезный на актуальные проблемы. И считаю, что шанс у этих режиссеров занять достойное место среди мэтров очень большой». А вот режиссер Евгений Бедрев, наш земляк и автор фильма «Пока цветет папоротник» у Барнаул прилетит. Правда, у простых барнаульцев увидеть звезду не факт, что получится. Всего разрешили допустить до показов не более 50 человек. Зато церемонии открытия и закрытия будут транслироваться по телевидению. Отсюда из библиотеки Шишкова. «Завтра здесь, в библиотеке имени Шишкова, без красной дорожки, но от этого не менее торжественно состоится открытие 22-го Шукшинского кинофестиваля. И здесь же, вот на этой скромной сцене состоится и закрытие фестиваля тоже. Так что в этом году Шишковка станет таким своеобразным пикетом 2020». 5 сентября жюри подведет итоги фестиваля. Планируется, что все участники, кто не смог приехать, примут участие дистанционно по видеосвязи. Зато приз победителю – ваза из Ревневской яшмы – будет вполне настоящий. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. На Парнаульском стадионе «Динамо» появятся новые беговые дорожки, бегать по которым можно будет и профессиональным легкоатлетом в шиповках. Работы по периметру футбольного поля идут полным ходом. Подробности расскажет Мария Микшута. О том, что стадион ждет преображения, стало известно в августе. Тогда началась работа, которая уже принесла свои плоды. Два слоя покрытия уложили, остался третий заключительный. Подрядчик заверяет, при бережном использовании беговые дорожки прослужат на благо спорту не меньше десяти лет. «Не чистить снег тракторами, снегоуборочными машинками не убирать. Ну и более щадяще относиться к обуви, чтобы она была по тем параметрам, для которых это покрытие предназначено. Для этого покрытие шипы длиннее десяти миллиметров вредно будет». Легкоатлетические дорожки давно заслуживали внимания. Ранее на стадионе было сделано рулонное покрытие. Бегать по нему в шиповках было невозможно, очень неудобно для профессиональных спортсменов. Об этом не так давно говорил Сергей Шубенков. Барьерист назвал покрытие хлипким. В Минспорте уверяют, новые дорожки придутся по душе и профессиональным спортсменам и любителям. «Необходимую сделаем разметку в течение недели. И после этого расписание, по которому мы сможем совместить и возможность заниматься спортом для жителей, это утром и вечером, это тренировочная база наших спортивных школ, это тренировочная база и общество «Динамо». Поэтому, собственно говоря, этот объект будет использоваться на полное и доступно будет. Но по расписанию». Ремонт легкоатлетических беговых дорожек планируют завершить 17 сентября. Главное, чтобы погода не подвела, ведь главный враг при укладке покрытия – дождь. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком. У меня на этом все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире.